Время новостей на телеканале акции студии Жен-Шавлюк и в начале коротко о главном. Экономика и культура правительства при Ангаре налаживают социальные и торговые связи с Монголией. Шанс, чтобы выжить. 18-летнему ангарчанину требуются дорогостоящие операции. Ее готовы провести в одной из клиник Турции. 30 лет театральной карусели. В Ангарск на фестиваль съехались лучшие любительские коллективы при Ангаре. В Иркутской области поддержат семьи участников специальной военной операции. В связи с рождением ребенка им будет предоставлена единовременная выплата по 10 тысяч рублей. Получить ее смогут те семьи, в которых родились дети с 24 февраля 2022 года при наличии у родителей свидетельства о заключении брака. Условия и информацию о необходимых документах можно будет узнать в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. Делегация Иркутской области находится в Монголии с рабочей поездкой. Помимо губернатора в составе группы более 50 человек от нашего региона. Это члены правительства, парламентарии, представители администрации, культуры, образования и предприниматели. Цель визита – развитие двусторонних торгово-экономических отношений, социально-культурных связей. Уже удалось заключить шесть экспортных контрактов. Особое внимание уделено вопросам медицины, развитию предпринимательства и ликвидации пожаров. Я думаю, что следующая встреча, это точно должно быть уже на нашей территории, и мы готовы тоже оказывать помощь. То есть вот эти связи, то, что сегодня определил наш президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, искать новые логистические цепочки, новые центры экспорта. Все-таки мы экспортно-ориентированный регион, мы по прошлому году заняли 10 место, 84 миллиарда долларов мы произвели продукцию и продали. При Ангаре и Монголии имеют большой опыт сотрудничества в сфере товарооборота, сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Как заявил Игорь Кобзев, в этом году власти региона намерены расширить ассортимент импортируемой продукции. Особая дата. Традиционно 23 марта в Ангарском округе почтили память тех, кто ценой своей жизни защищал родину. Траурный митинг прошел у мемориала «Бронзовый солдат». Затем своих однополчан вспомнили на военно-патриотическое встрече во Дворце культуры «Современник». Все подробности в репортаже моих коллег. Дата траурного митинга у мемориала «Солдату правопорядка» выбрана не случайно. В 1996 году в Чеченской республике погибли трое ангарских сотрудников ОМОН. Сегодня стены этого памятника носят имена более 150 ангарчан, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этом году дата стала юбилейной. 25-е памятное мероприятие по традиции началось со слов благодарности родным и близким героев. Мы должны забывать о тех ребятах, которые не вернутся домой, кто защитил всех нас ценой своей жизни. И пока есть такие ребята у нас в России, никогда и никто не сможет нашу Россию поставить на коллеги. Продолжился день памяти во Дворце культуры «Современник», где гостей встречал военный оркестр. В зале «Аншлаг» зрители наблюдали за выступлением юных кадетов и курсантов. Ветераны боевых действий выступали с военно-патриотическими песнями в память о боевых товарищах. Вы простите нас, наших сыновей, не вернувшихся, журавли, как и мы все домой летят. Уже 25 лет в «Современнике» проводится вечер памяти при поддержке администрации Ангарского городского округа. Этот вечер очень важен, значим. Он, конечно, проводится с активным участием военных, самих представителей силовых структур Ангарского городского округа. Стоит отметить, что важным вопросом для администрации округа и областного правительства является помощь семьям погибших при исполнении служебного долга. Сразу после концерта прошла встреча с родными и близкими бойцов, на которые обсудили вопросы оказания медицинской и социальной поддержки родственникам героев. Егор Сорокин, Александр Черник, Местное время. В России появилась новая государственная награда. За храбрость соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Медаль будут вручать тем, кто проявил мужество в ходе боевых действий или внес иной вклад в обеспечение безопасности людей. Награда имеет две степени. Получить ее могут в том числе и иностранцы. О происшествиях в Иркутской области под суд отправятся организаторы майнинг-отеля. Его открыли в ноябре 2021 года. Дельцы обещали своим клиентам разместить машинки для производства криптовалют на их площадке. Цены за аренду и обслуживание оборудования предлагали ниже рыночных. Но в какой-то момент организаторы хостела прекратили перечислять постояльцам выкачанные биткоины, а после скрылись, не вернув дорогостоящую технику. Подозреваемых задержали в Тюмени и в Челябинске. Как установило следствие, от их действий пострадали около 70 человек из разных регионов страны. Ущерб в общей сложности превысил 12 миллионов рублей. В Иркутской области постепенно закрываются ледовые переправы. Накануне было приостановлено движение на реке Лена в Усть-Кутском районе. Всего на контроле ГИМС около 40 переездов инспекторы продолжают профилактические рейды. Цель – не допустить выход водителей и пешеходов на лед. С наступлением весны в некоторых местах он стал хрупким. Всего за зимний период по статье 153 областному закону представителями администрации было составлено 5 административных дел. Но это наиболее такие уже потенциальные нарушители, которые выехали на лед. Мало того, что они выехали, они еще оставили автотранспорт на льду. Поэтому представителями администрации были составлены 5 административных протоколов. Также проводились профилактические беседы с автоводителями. В наиболее опасных участках сотрудники ГИМС установили специальное ограждение. Напомню, автомобилисты, которые пренебрегают правилами безопасности, рискуют получить штраф, а в случае гибели пассажиров несут уголовную ответственность. Ангарчанину Эльдару Мамину 18 лет. Два года назад ему поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Недавно у молодого человека и его семьи появился шанс. В одной из клиник Турции готовы взяться за лечение. Вот только стоит она около 6 миллионов рублей. Сумма для семьи неподъемная. Семья Эльдара очень рассчитывает на помощь неравнодушных людей. Анастасия Маскаленко продолжит. Эльдару Мамину 18 лет. Парень увлекается сборкой компьютеров. Любит читать книги о механике и не прочь потягать штангу. В будущем мечтал стать фельдшером и готовился поступить в медицинский колледж. Но в его планы вмешалась болезнь – лейкемия. Впервые она дала о себе знать полтора года назад. Длительный курс химиотерапии и переливание тромбоцитарной массы помогли добиться ремиссии. Но продлилась она недолго. Ну, видите, болезнь непредсказуемая. Мы не думали, что... Вообще я не думала, что случится рецидив. А так получилось. Причем он ранний рецидив. И в Иркутске врачи попробовали. Они запустили мой курс химиотерапии, но он, к сожалению, не помог. Потом нас отправили в Санкт-Петербург, в клинику. Там тоже мы прошли курс химиотерапии. Но слабенький результат, недолгосрочный дал. Запустили еще курс таргетной терапии, но она тоже не помогла. Поэтому сказали, что на сегодняшний день у них больше вариантов лечения нет. Семья не стала опускать руки. Мама Эльдара, Лариса, начала искать помощи в зарубежных клиниках. Ответ пришел из Турции. Но стоимость лечения оказалась совсем не по карману. Это около 6 миллионов рублей. После всеобщей огласки, благодаря всем неравнодушным людям, друзьям и знакомым, было собрано около половины от необходимой суммы. 3,5 миллиона рублей. Как нам объяснили, химиотерапия будет 21-28 дней. То есть, как вот она пойдет. И в дальнейшем, при миссии, будет трансплантация костного мозга. На днях Лариса и Эльдар вылетели в клинику. Пока он будет находиться на химии, родителям необходимо собрать оставшуюся сумму. Все, о чем сейчас мечтает молодой человек, это быть здоровым. Ну, естественно, как-то жизнь началась, не больше. Ну, каждый день, ну, вот когда первый раз после больницы выжил, как-то наоборот, каждый день радоваться стал даже. У Эльдара большие планы на будущее. В первую очередь, окончить школу. Кстати, до того, как парня положили в больницу, он учился в кадетском классе и уже успел сдать пробные экзамены. Причем успешно. Удастся ли поправиться до конца учебного года, пока неизвестно. Но Эльдар верит в то, что благодаря поддержке земляков, он сможет пройти этот нелегкий путь и воплотить в жизнь все свои мечты. Анастасия Москаленко, Егор Сорокин, Дмитрий Новопашин. Местное время. Официально в Иркутской области зарегистрированы более 30 тысяч ВИЧ-положительных пациентов. Такие данные приводит региональный Минздрав. Пройти обследование, узнать свой статус, жители при Ангаре могут совершенно бесплатно на ярмарке здоровья в Сибэкспоцентре. В ближайшие три дня здесь будут работать медики, которые помогут определить индекс массы тела, сделать ЭКГ-исследование, анонимную экспресс-динамику употребления наркотических веществ, вакцинацию от ковида и другие анализы. Сегодня в Сибэкспоцентре начала работу ставшего традиционно ярмарка здоровья, где каждый житель в Иркутской области может проверить состояние своего здоровья. Как известно, хронические иммуникационные заболевания являются основной причиной преждевременной смертности, прежде всего, трудоспособного населения. Поэтому раннее явление таких заболеваний становилось на первый план. Большая часть выставки посвящена профилактике болезни. Квалифицированные специалисты проводят лекции, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, современным технологиям ведения беременности и многим другим актуальным темам. 25 марта в России отметят День работника культуры. Это профессиональный праздник всех деятелей искусства, хранителей и популяризаторов культурного наследия страны. В частности, в Ангарске в этой сфере трудятся более тысячи человек. Среди них литераторы, музыканты, преподаватели школ искусств, сотрудники музеев, библиотек и дворцов культуры. Сегодня вручили награды тем, кто посвятил свою жизнь творческой профессии. Театральная карусель закрутилась в Ангарске. В этом году фестиваль отмечает свой 30-летний юбилей. Организатор театра-студия «Родничок» Дворца творчества детей и молодежи старается привлечь самые креативные коллективы региона. На открытии творческого праздника побывала наша съемочная группа. То, что происходит на сцене в эти минуты, завораживает зрителя. Но это всего лишь визитная карточка Ангарского театра без названия. Постановку пописит Качевой доктор Лисовик. Актеры молодежного центра «Перспектива» покажут 26 марта. А это фрагмент из визитки театра лицея номер 2 к Тумы. Их постановка также запланирована на воскресенье. На фестивале выступят более 10 коллективов со всего региона. Для них это возможность показать свое творчество и посмотреть, на что способны театралы из других городов. Мне нравится. Дает хорошую возможность нам прославить себя. Да, ну и хорошо, что существует такое мероприятие, как «Карусель». Оно дает любительским театрам возможность показать себя. Фестиваль «Театральная карусель» в Ангарске проводят 30 лет. В нем принимают участие любительские, школьные и образцовые коллективы. А зачем мы проводим? А чтобы не умерло театральное действие. Чтобы театр – это как живое искусство, которое разговаривает по-живому с ребятишками, было востребовано. И поэтому родился этот фестиваль. 30-летняя история фестиваля не прерывалась даже в период пандемии коронавируса. К слову, 27 марта во всем мире отмечается День театра. Тему обсудят в эфире телеканала «Актиз» в программе «Новый день». Гость – режиссер театра «Родничок» Тагир Хамитов. Кристина Пермякова, Роман Буйнов. Местное время. Спорт, доступный каждому. В Ангарске состоялись соревнования по ботче среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В эстафете приняли участие воспитанники психоневрологического интерната. Примечательно, что некоторые из них имеют спортивные разряды. В прошлом году они заняли призовые места на областной спартакиаде для инвалидов. Это социализация в первую очередь. Потому что как бы там ни было, ребята всю жизнь живут в интернате. Это все-таки выход в свет, как говорится. Общение с миром, с большими. Провести эстафету помогла общественная организация «Импульс». С интернатом они сотрудничают уже более 10 лет. По итогам турнира победители наградили грамотами и медалями. Закрыли лыжный сезон на ЛБК «Ангарский». Окружная администрация совместно с крупной компанией организовала большой спортивный праздник. В проекте «На лыжи» приняли участие более 20 образовательных учреждений и свыше 3000 школьников. Это мероприятие наше называется «Лыжи в школу». Это впервые в России проходит данное мероприятие в этом году. 360 участников шести школ приезжают сегодня посетить данный лыжно-биатлонный комплекс. По итогам гонки каждый участник получил медаль финишера. Также после забега юные спортсмены смогли восстановить свои силы и отведать кашу, приготовленную на полевой кухне. Проект помог раскрыть свой потенциал школьникам, которые уже записали в секции и готовы заниматься спортом на профессиональном уровне. Это были новости пятницы о культурных событиях региона. И как с пользой провести выходные вам расскажет Мария Константинова. Ей слово, а я с вами прощаюсь. До свидания. «Культура – это знать лучшее, что было высказано и выдумано в мире» – Мэтью Арнольд. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире «Новости культуры». Поговорим о пище для души и о сладе для сердца. В День иркутского кино в Приангарии представят 10-й выпуск летописи региона «Земля у Байкала». В него вошли 9 сюжетов о значимых для нас событиях, интересных людях и самобытной сибирской культуре. В проекте участвуют известные режиссеры Мария Кельчевская, Андрей Юдин, Полина Степанова, Павел Скоробогатов и другие. На этой неделе прошла торжественная церемония награждения заслуженных деятелей культуры премией губернатора Приангария. В числе достойных получателей двое специалистов Ангарска. Это директор Дворца культуры энергетик Надежда Траншкина и руководитель детской школы искусств номер 3 Татьяна Зеленина. Они отдали любимому делу не один десяток лет, воспитали талантливых учеников и достигли высоких успехов. Благодарю вас за выбранный путь в вашей профессии, за верность этой профессии. Не каждому сегодня это дано на протяжении большого промежутка времени в профессиональном плане расти и участвовать в реализации многих намеченных таких мероприятий. Я уверен, что сегодня те яркие впечатления, которые вы даете нашим жителям, они всегда остаются в памяти. А сейчас информация для тех, кто планирует культурный поход в ближайшее время. Замечу, событий очень много и на любой вкус. В эти выходные во Дворце творчества детей и молодежи закрутится театральная карусель. 25 марта в субботу в 4 часа дня в Нефтехимике сольный концерт Сергея Шушарина. Клуб любителей кино «Ракурс» приглашает на просмотр фильма «Легенда о Тиле». Начало в 17.00. В воскресенье 26 марта в 12.00 в Нефтехимике международный фестиваль «Наврус». А в 2 часа дня в ДК «Энергетик» юбилейный 15-й межрегиональный фестиваль «Джаз Олимп». Буквально через час во Дворце ветеранов «Победа» муниципальный конкурс «Леди элегантность». Для любителей церковного песнопения в 15.00 в Нефтехимике великопостный концерт «Се время покаяния» с участием хора Свято-Троицкого кафедрального собора. В этот же день в 16.00 свой 35-летний юбилей на сцене современника отметит театр моды и танца «Карина». И в 6 вечера спектакль «Нервные люди». У себя в гостях ждут артисты Народного театра «Факел». Во вторник, 28 марта в 12.30 в Детской школе искусств «Мегета» мастер-класс «Кукла-берегиня». В пятницу, 31 марта юбилейный концерт ансамбля скрипачей «Вдохновение». Не пропустите в 18.30 в Нефтехимике. Выставка «Цветные переплеты» открыта в художественном центре Ангарска. Ветер принес издалека песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазуре в сумеркой близкой весны Плакали зимние бури, Веяли звездные сны. Сегодня завершим выпуск стихами Александра Блока. Ответы даже на самые каверзные вопросы всегда можно найти в великой поэзии. Если в вашей жизни сейчас что-то не получается, не расстраивайтесь. И помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин